о пособии и о работе для беженца 3 сентября я получил статус беженца карту досижу пребывание на 10 лет с автоматическим продлением как говорят ну то есть практически если захочу то это может быть уже гражданство французское и одновременно мне дали разрешение на работу ну и увеличили пособие с 440 евро как для соискателя так стать статуса беженца до 565 причем это пособие она они индексируют его постоянно то есть не раз два в год а вот они могут каждый месяц индексировать ну вот пришло мне пришел вызов в каф алакасен фамилиаль ну размещение семейное размещение это означает эта организация она уже размещает беженца когда он получил права они начинают как бы ему помогать ну в скобках в кавычках да потому что здесь медицина в кавычках помощь в кавычках но они уже мне должны начислять это повышенное пособие но я обязан к ним прийти и подписать контракт по которому я обязуюсь сделать определенные вещи а если я эти вещи делать не буду то там меня ждут какие-то какие-то санкции но на словах как мне объяснили какие-то вещи я обязан буду учить французский язык ходить на курсы французского языка и я обязан буду пройти каких-то врачей чтоб они составили о моем здоровье представление могу я работать на каких-то таких на каких работах я могу работать я должен вот сейчас почитал это письмо представить им свое резюме кем я работал какие документы может есть подтверждающие ну и вот я уже пишу в кав письмо да здесь побыв в евросоюзе я понял одно что нужно только письменно им отдавать из рук в руки под роспись на отдельном таком уведомлении о вручении бланк он есть в интернете авидоресепсион называется или по почте тоже с этим авидоресепсионом только она стоит 5-6 евро а из рук в руки это бесплатно получается и иначе они просто игнорируют все что ты им скажешь ты не говорил а все ты что-то не говорил они запишут ну то есть вот они не стесняются развивать на бумаге виртуальную реальность как которым нужно врут отчаянно ну и в общем что я там буду писать участие попытаюсь кратенько про себя рассказать и сегодня мне нужно как можно короче уже бери я прошу же сил не хватает эти письма всем писать ну что я там напишу мое образование ну я отучился в средней школе закончил 8 классов потом поступил в техникум в восемьдесят пятом году на на профессию электрика и в общем восемьдесят девятом году закончил получил диплом по профессии техник электрик широкого профиля высоковольтных сетей по моему до 3 нет я уже не помню честно говоря на широкого профиля профиля помню ну что такое значит широкого профиля это все и моторы и даже термины позабывал и в общем подстанции и ну в общем все это оборудование цехов заводов гидроэлектростанции различных но я никогда ни дня этим электриком не работал ни дня исключение было я на практике помогал там электриком когда мы проходили практику в техникуме но я об этом писать не буду конечно мелочах а почему я не работал никогда электриком потому что когда я пришел на завод тпc 3 волжский трубный завод волжский город спутник волгограда а волгоград у меня брат в общем там сразу я попросился в как и тут там даже не было такой профессии в те времена еще в общем этот завод был целиком роботизирован это был весь завод один роботокомплекс ну то есть манипулятор такие руки которые брали детали клали на конвей конвей подгонял эту деталь к станку станок этот деталь брал обрабатывал передавал по конвейеру другому станку и на выходе значит готов готовые изделия грузились отгружали то есть все начиналось с плавильный по моему да да все начиналось бруска железа брусок железа на складе оттуда его брали и на выходе шли трубы всякие разные с резьбой без резьбы в общем для бурильных установок насколько это знаю но наши советские украли верхний уровень этого работозавода им итальянцы строили этот цех подарили там по машине это какой-то жигули что ли но в общем они украли очень много оборудования и в итоге только станки работали а цех не работал как единое целое в итоге то есть и вот я пришел туда мне было где-то 20 21 год когда я устроился наконец-то до работы там была длинная такая история с работы я пришел вроде туда устроился потом меня оттуда прогнали за то что я не захотел идти там меня на стройку отправляли вместо рабочих потому что там они должны были отрабатывать и посылали на студентов которые пришли работать чтобы самим не работать я пошел разбираться в общем меня уволили за это потом все таки устроился на этот завод потому что там работали откровенные раздолбая ну то есть когда я пришел работать вот сидят двое уже после института два молодых человека и сидят и смотрят такие спецсимволы на экране у них с умным видом сидят и смотрят на это а там нет смысла вы вот в этом все никакого спецсимволов ну то есть они смотрят там бинарный код чего-то там в какой-то там кодировки там манси там ну какой в общем это только потом понял что в этом никакого смысла нету а конечно когда я ничего еще не знал мне казалось что они там что-то видит ничего не там не видит в общем дуриловка такая для идиотов и в итоге оказалось что там некому просто работать нету людей с головой нет людей которые хотят работать которые фанаты вот этого всего я был фанатом и в итоге меня взяли конечно и мое такое достижение которую которым я горжусь что я самостоятельно почти без книжек изучил язык ассимблер 86 ну это база современных микропроцессоров microsoft у intel почему база потому что потом было развитие многозадачность это 386 процессор но многозадачность я не использовал это конечно уже второй этап но тогда ее еще и мало использовали еще сейчас не везде используют я изучил этот язык и практику приобрел как писать программы примеры какие на распечатках программ в мнемо кодах что такое мнемо коды ну коды это цифры вот поди ты пойми вот в этих процессе набор набор цифр пойди ты пойми что там что это значит такое а там какой-то каждый этот набор заменяется мнемо кодами две-три буквы 4 буквы но надо больше это какая-то команда и очень сложно было без комментариев по распечаткам без комментариев понять как работают программы и самому научиться программировать я помню тогда пришлось мне почитать итальянскую документацию я даже итальянский немножко уже стал понимать тогда но был молодой все схватывал очень быстро и написал даже свои программы написал программу перепрограммирование пзу причем сам написал причем без документации без никакой у меня на ноутбуке такой ноутбук был как чемодан в нем был выход такой разъем на который подавались программирующие импульсы определенного напряжения и платах который втыкалась и туда микросхема в эту плату втыкалась я не знал как он как она все работает я подбирал не были программы для под перебор этих портов искал на каком выходе будет идти напряжение я знал теорию как работают как работает эта микросхема то есть я с нуля все сделал абсолютно с нуля без документации это была моя гордость и кажется программа имела успех и и оставил общем не можно было бы перепрограммировать станок но я развлекался я заставку там на станке менял потому что все остальное было сложнее ладно проработал я там недолго ну я всю жизнь работал программистом когда у меня была возможность пойти поработать электриком я отказывался неизменно и или когда меня заставляли какие-то тексты набирать я всегда отказывался потому что я считал что программист он пишет программы да кстати есть даже такой анекдот тех времен приходит программист устраиваться на работу а у него спрашивает а вы пишущий программист тут надо рассмеяться потому что программист должен уметь писать программы он не должен мы уметь мыть полы набирать тексты там нет это очень ценный ценная профессия потому что очень мало людей могут нормально писать программы воровать программы могут под себя переделывать настраивать даже могут программу саму написать программ самому нет ну потом я работал во многих организациях в андроповской газе железновод с горгазе там я был один на всю организацию один все делал в андроповской газе я даже один я готовил отчет финансовый отчет по району по употреблению и оплате газа то есть на меня это это обязанность на мне висела буквально таки потому что ну бухгалтера ничего не соображали в этой программе и я им про автоматически все я им выдавал готовый отчет и подписывался у меня был свой договор с ними с этой организации не типовой а вот именно такой чем как бы частный договор да кстати вот может быть об чем-то такому можно ну я вспоминаю как и я сказал когда меня отправили в австрии после карательной психиатрии отправили в общагу для фриков и поселили на этаже с афганцами которые как животные там орали постоянно как ишаки какие не знаю постоянно там невозможно было находиться вообще на этаже я жил я ушел на улице в городе грацена асфальте жил 67 дней и я помню там работала как называется с работники короче которые работают с этими жильцами русскоязычная 1 и она звала этих всех там разные там буйные фрики там просто люди которых некуда было воткнуть но такой отстойник короче откуда обычно высылали уже полиция приходила и вы и забирала рано утречкам и высылал и мне соцработница собрала этих людей там какие-то посиделки чаями они организовывать чем рисовать на раскрасках я я и до этого говорил что я художник она мне позвала и сказала вам наверно это понравится вот мы тут раскраски раскрасываем раскрашиваю вот так же и до всех этих местных соцработников соцработники обычно идут люди которые не идут на другие работы потому что это не помню в австрии когда мне ко мне приезжала соцработница при раз в месяц привозила деньги ну пособие 150 евро что ну поскольку жилье у меня было это не 150 платить а у меня я жил тогда ну у меня был я один жил в коттедже и жил томаса цедлахера он был собственник этого гольф-клуба карьеры по моему тоже его был в общем большое пространство и не был мне отдали он отдал один коттедж я там один жил я уже жил как человек ну то есть один у меня коттедж я живу все есть там душ там газ газовая электрическая плита духовка ну все интернет компьютер я повесил свою мачете это который не мачете просто ножик из тонкой белой стали прям где-то на балке а ну такой дом как бы в таком стиле вот в старом и она приехал как-то это на этот нож посмотрела она потом короче уволилась через какое-то время сказала что она нашла нормальную работу потому что с этими беженцами работать заразу можно подцепить и домогаться могут быть всякие там южане все все такое так дачу ты далеко ушел от темы ну и в общем изучая программирование учил английский язык и вообще поэтому собственно для меня не проблема англоязычную документацию читать и в программировании я разбираюсь досконально то есть начиная от кодов процессором меня макодов и заканчивая языками выше высшего уровня ну таких как ну делов и visual basic ну смешно конечно вижу basic но тем не менее ну в матлабе там своя среда типа паскаля там язык или он и есть потом клипер язык печь пи для веб-программирования там java я даже не помню короче для меня не имеет значения что это за язык я могу любой язык основу любого языка изучить уже начать на нем что-то делать конечно чтобы мастерски владеть каким-либо языком нужно очень много времени опыт но тем не менее тем не менее я посмотрел какие тут программисты бывают на высоких работах я вспоминаю в россии у нас было время когда было очень мало хороших программистов и иногда были такие самородки ну как я например который сами себе сами себе сделали со самообразованием сбербанк ставропольский цен их главный офис искал программиста ведущего они не могли никак найти они вот дали объявление искали не очень долго в итоге они нашли мужика который их полностью устраивал он все знал он все умел вот но у него не было диплома я его повели и там письма москву писали короче никак не взяли потому что мы лицензирование вот вот так вот так вот в жизни ладно ну что еще окончил детскую художественную школу в восемьдесят пятом году четыре года учился казалось бы что такое детская художественная школа но дело в том что я чем бы не увлекался я был фанатиком всего в хорошем смысле фанатиком поэтому потом вот в дальнейшем я кстати нашу чем мы были первые у нашего учителя сергей михалыча бодрова силу курсовка и поэтому он как бы нам пытался теорию давать ту которую в институте почерпнул то есть он нам пытался по-институтски преподавать этим детям а мы же все впитывали что он давал и с тех пор но он привил мне сказал бы любовь к изобразительному искусству показал нам диафильмы журнал мы периодику смотрели которые он себе заказывали на художественную школу заказывал в общем очень и очень сильно увлекался даже абстракционизмом там занимался абстрактной работы писал в цвет много вкладывал форму много вкладывал ну в общем и потом жизнь заставила меня подрабатывать и в 2008 в десятых годах я начал профессионально этим заниматься то есть у меня уже все было этюдник краски были и кстати в россии почему-то нет проблем с хорошими этюдниками на алюминиевых ножках а здесь во франции невозможно найти заказать все какой-то на деревянных ножках и все эти этюдники в которых нужно держать в руках сам палитру и короче я я не пойму почему во франции некоторых вещей очень лучше чем у них есть нельзя найти загадка какая-то ладно и в общем то через два-три года меня признали лучшим одним из лучших художников даже кое-кто сказал что лучший художником кавказских минеральных вод об этом я узнал с удовольствием от моего учитель сергея михалыча бодрова он не сказал а знаешь говорит мне один художник говорит питерский сказал что ты знаешь у вас там появился классный художник на и на лучше всех вот такая-то фамилия ангел так это же мой ученик сергей михалыч и другой ему сказал пятигорский же художник то же самое то есть по оценке самих художников я вот за два года всего стал одним из почти самым лучшим художником нашего региона ну а почему ну потому что я думаю что они судили по нескольким моим работам по нескольким этюдом который я не писал написал не на продажу описал ради удовольствия что мало кто делает только поэтому и как бы я стал заметен выбился из серо серый халтуры из этой ну ссылку на свою работу я им дам там одна арт на вас нас . артнал . ru что еще чуть я сильно устал уже очень нужно текст набрать и перевести чтобы завтра распечатать и привести им уже письмо я им под подпись отдам если они не захотят со мной таким образом придется как-то по почте посылать вот и они будут заставлять меня подписывать этот контракт я вспоминаю опять это смешно как в австрии в грации я жил на улице в палатке зима снег и они меня заставляли подписывать контракт с муниципалитетом граца короче контракт что я типа обязуюсь короче быть хорошим гражданином и стремиться к лучшему будущему блин мир вы вы сначала сделайте так чтоб я не жил в палатке а потом давайте мы по будем подписывать а всех этих бла 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 короче отказался его подписывать ну и здесь будет подсовывать если я по-французски не поймут что написано я скажу извините наверно вы мне как-то перевод дайте на русском иначе я не знаю что это я не буду подписывать чего не знаю вот я конечно это в письме укажу что я не подписал потому что я не понимаю французского я не отказываюсь но я не понял что там имеется ввиду я курсов еще не прошел да кстати и ну художник я что там еще но то что я поэт да эта фигня конечно певец тоже как бы никому ну надо я же не буду за хотя можно было бы зарабатывать на даже этим я даже подумываю же моим чеченятом гитару купил с тем с с планированием что может быть я с ними или старшенькой со мной может подрабатывать он тоже хорошо очень поет вот ну из серьезного что еще я писатель библеист много лет я в лет 78 я интенсивно по много часов в день работался бы крыса на всю мою кашу съестную грохнуть вот у меня есть кирка попытаюсь у нее запускать все-таки этого я убил как его ладно чует чует что я что-то поднял а а вот это серьезно кстати библеистика писательства поскольку у меня две опубликованные научные статьи за которыми стоит к не стоят книги которые пока не опубликованы довольно таки большой материал сами статьи там не я их специально ужимал потому что там требования были такие не больше 30 листов ну книги я думаю что это 100 и 200 листов может быть а третья книга это мана небесном небесное пророчное зерно это думаю большая монография аналога нету как говорит путин а аналогов нет аналогов нет до аналогов действительно нету ну где-то 300 страниц на на будет 350 страниц фундаментальный так сказал бы труд который не закончен но в целом его уже можно публиковать я бы хотел бы его завершить но чтобы вот чтобы закончить уже как бы досконально все завершить но это надо года два и я могу читать лекции платные не платные я думаю что если это не в нему недорого брать я думаю что это скорее все бесплатные могли быть лекции на русском языке конечно же сразу прям можно читать вот могу сесть за неделю подготовиться и потому что уже читать и на английском языке этот подольше это нужно порепетировать с языком с нужными словами с оборотами с метафорами идиомами то есть это это на будущее уже как бы и конечно описав все свои ты кстати умения и весь свой багаж я перейду к тому что приехав в евросоюз я хотел с первого дня конечно заняться каким-нибудь созидательным трудом или даже творчеством созидательным но вместо этого подвергался репрессиям и что перешло и физически так с этой репрессии вот я живу четвертую зиму уже в палатке практически два первых года здесь конечно же не было денег просто третий год деньги были но эти деньги я должен был бы потратить на переводы для снда то есть тоже опять же я выбирал или я вот буду все таки до последнего тут в лесу оставаться а потом же ведь я не смог бы сам снять жилье тоже нужно гарантийное письмо это мне мне бы известно не не взяли бы и потом я бы за два месяца дал бы все свои деньги а потом во мне как 500 600 евро стоит такой более-менее нормально жилье здесь если искать самому я объявление давал не без никакого результата в общем не смогли просто снять даже жилье его четвертая зима ну пока теплая пока не ниже я смотрю прогноз на ближайшие 30 дней пока не ниже минус 10 я буду здесь оставаться поскольку исключая холод я очень сильно привык адаптировался именно я здесь могу быть в тишине я здесь могу быть в покое это летом тут самолет этот долбаный летает кругами прямо над головой часами обычных суббот воскресенье почему-то в основном и там музыку врубают и тут арут эти как животные местные иногда ну то есть а это если где-то сниму жилье и будет сосед постоянному зону рубать я просто уже не смогу жить заткнуть этого соседа вряд ли получится потому что мы тут как бы вне закона почти бедные люди вот поэтому я им напишу что вот состояние моего здоровья каково да они меня обяжут пройти самыми комиссию множественная киста колена левого так вот она крыса убежала большая я же ее откармливаю вот правое колено начинает отказывать почечная недостаточно сейчас два раза по маленькому встаю ночью соответственно сон разрушается участие мне запущу так это очень далеко я я не смогу не попасть также и с беженцами они к с нами с нами они же также вот как я с крысы они с нами с беженцами с беженцами также обращаются один к одному вот то есть эмоциональные отношения такие то есть ну когда до нее руки не добираются ну пусть она там жрет там то что птичкам приготовлены там ну в общем если она сильно не наглеет ну пусть она там тащит все портит ладно но как только появляется возможность ее прибить вот вот руки сейчас иногда не могу поднять так сильно болят локтевые суставы и нет не только локтевые суставы вот здесь болит связка не связка где мышца соединяется с сухожилием то есть это какая-то болезнь и палец недавно тоже вот в суставе заболел то есть это какая-то поразила меня болезнь не знаю что такое может даже это корон коронавирус симптом какие то есть такие странные симптомы вот миопатия высокой степени еще одна диоптрия это будет высшей степени уже это инвалидность в россии минус 8 это уже инвалидность вот сколиоз иногда очень сильный значит множественно киста колена почечной недостаточности второй стадии это все здесь я приобрел киста колена и стадии 2 стадии недостаточности здесь а почечная недостаточность это смертельная болезнь только вот когда будет уже третья стадия уже все переходит там уже на диализе надо это уже не жизнь это уже мучение люди живут долго на диализе ну годами но это уже не жизнь потом гемангема печени множественное тоже то есть тоже с виду я почему так так здорово выгляжу потому что во первых я очень гармонично себя чувствую когда я один я так имею связь с богом прямую вот ну если так грубо грубо говоря потом я стараюсь трудиться с утра до вечера все делаю я стараюсь соблюдать режим диету не курю не пью помогаю близким конечно страдания тоже есть всякие разные издевательства и внутренняя нестабильность бывает я же не идеал но тем не менее посмотрю на людей которые вот ищут ищут где куда добыть удовольствие а если я добыл вот например при записи этого видео удовольствие я уже не не стану искать удовольствие там наркоте какой-то или чем то есть у меня много куча разных удовольствий вот от познания до помощи близким и так далее от труда от творчества вот много разных увлечений ну и вот я им предложу что я должен сначала избавиться от почечной недостаточности выздороветь должен с коленкой разобраться потому что хирурги два года назад сказали что я что мне осталось ходить год-два и это это полностью они угадали последнее время я иногда не могу наступить на ногу у меня суставы уже там не у них нет перегородки между кость на кость идет такая боль она не то что при резкая но она невыносимая а протез это уже инвалидность а это уже не жизнь какой же это тогда будет спорт какие-то это будут горы уже тоже горе не увижу я тут как какой инвалиды в креслах вот они бывают жизнерадостные люди я все равно я буду оставаться жизнерадостным все равно я буду с ним смиренно воспринимать любые ограничения любые там любую потеря здоровья до самого конца потому что мой мир он здесь и он никак физическим миром не затрагивается опосредо надо через мое тело да но тема хотел работать во франции да честно говоря мне любая работа она мне нравится которые я занимаюсь которые начинают заниматься мне все начинает правиться от сбора и урожая до работы официантом на официантом вряд ли нет вообще не хотелось бы с людьми работать вообще как не обязательно с французами не не за языка просто с людьми лесником можно было там поработать но хотелось бы вот не требуется языка в изобразительном искусстве я могу писать этюды картины а тут вот нотр-дам у них то есть тут есть что писать и уж если я стал лучшим художником нашего района среди северо-кавказского то почему бы не стать лучшим художником здесь если ни одной картины нормальной не видал здесь в этих галереях ни одной нормальной картины не видал все какое-то дерьмо и было у них тут был съезд художников типа ярмарки пару раз ничего ничего нормального нету все все халтура ну то есть у меня есть шансы прославиться но цели нету прославиться была когда-то цель стать лучшим художником вообще в мире я стал лучшим художником нашего региона на цели прославиться не это была цель для того чтобы для моей любимой ближе стать так сказать чтобы быть кем-то стать кем-то вот для чего как средство ну да ладно да фотографом могу быть могу делать фотосессии я очень люблю собирать портреты разных людей красивых некрасивых уродливых разных но 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 замечательно примечательных чем-то замечательных примечательных в общем много что можно выбрать можно просто подрабатывать не официально как бы ну той метку мелкой подработкой которая не требует никакого отчета например перепродавать вещи вот ямаусе покупать там продают бушные вещи и ремонтировать их чистить и перепродавать какую-то небольшую кат копейку зарабатывать вот но мне надо надо довести до их сведения что сначала вы мне как на северном на х на кавказе есть такой обычай пришел чужак куда-то в село или это вот среди между селений где-то забрел ему дают дом дают реально строят ему дом всем миром или дают уже какой-то заброшенный дом ему дают жену ему дают животных инструменты ему все дают всему учат помогают живи если невозможно ему помочь его изгоняют уже его просто убивают если он там появляется а если нет так он приумножает их богатство он учит их новому чему-то учит языку то есть вот так то есть вот такой контракт вот я им скажу давайте дайте мне здоровье подправить вы тут репрессии устраивали против меня беззакония различные уничтожали меня я выжил вы меня уничтожали тут 44 года изничтожали начиная с польши а теперь дайте мне хотя бы год-полтора чтобы в себя прийти а потом давайте уже что-то требуйте там что что вам надо что им там надо им же надо какую-то работу я постараюсь все-таки быть независимым ни от кому своя раб чтобы была своя работа картины писать что-то еще дело не хочу вообще ни от кого зависеть но опять же я даже не верю что я доживу потому что очень плохое здоровье сейчас этот почтовый банк блокировал мой счет он не не активировал его а без этого ничего не работает ни заявка на жилье не пособие не могу получить все блокировано нафиг причем без объяснения причин никто ничего не знает не 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 могу пробиться я туда возможно это одна часть из таких из репрессий они иногда неожиданны бывают эти репрессии вот откуда не ждешь то там они начинают запугивает фальшивыми медицинскими счетами в течение полутора лет то здесь вот то там пришел показал пальцем где у тебя гемангиома вот такая специально так повернул прибор нету гемангиомы в почках там допустим или то с камней повернул прибор нету камней приходится все это переделывать короче они по-разному нас репрессируют у беженцев по-разному но чего меня тут уже до смерти доводить я же выжил даешь дождался статуса может быть они остановятся наконец на этом вот может быть они наконец поймут что я же просто так не сдамся я же буду до конца о них правду говорить и пусть лучше они сами остановятся они не заткнут мне я вскрою эту фальшивость этой цивилизации эту лживость я покажу всему миру этот концлагерь открытого типа с одной единственной целью чтоб они стали лучше и они перестали делать это беззаконие когда свет падает на тараканов они разбегаются и и и